Все спрашивают, сколько стоит квартира вот в таком доме в США, в штате Колорадо. Конечно же, снаружи красота. Деревья, конечно, еще не расцвели, но весной будет шикарно. Вот в таком маленьком доме продаются одна бедрумные квартиры, то есть одна спальня, зал, кухня и ванная с туалетом. Вот в таких больших домах продаются квартиры двухспальневые, ту-бедрум, и трехспальневые, три-бедрум. В них находится туалет, ванна, кухня и в квартирах, в которых находятся три спальни, три-бедрум. В них находятся два туалета, две ванны. Они побольше и стоят подороже. На этой территории находятся бесплатные места, где можно отдохнуть, искупаться в бассейне, который зимой закрыт. В бассейне есть горячий маленький бассейн и большой холодный бассейн. Также бесплатно можно пожарить шашлыки, не нужно приносить ни газ, ничего, грильница, бесплатно, абсолютно. На территории находится спортивный зал, в котором вы тоже можете прийти бесплатно заниматься каждый день. За вами закреплено одно парковочное место, и если вы покупаете квартиру с гаражом, гараж тоже закреплен за вами. Ну а теперь ближе к ценам. Стоимость ванн-бедрум квартиры, одна спальня, зал, кухня, ванная с туалетом доходит до 300 тысяч долларов. Квартира с двумя спальнями и одним туалетом, залом и кухней доходит 350 тысяч долларов. Квартиру, которую я показывал в большом доме, три спальни, два туалета, две ванных совмещенных, зал, кухня и один гараж. Стоимость доходит до 400 тысяч долларов. В трехбедрумной квартире H.O.A. это плата за обслуживание, в которую входит бесплатно вода, сейчас 440 долларов в месяц. В эту стоимость, кстати, сходит и гараж, за него тоже нужно платить. Получается 410 ты платишь за квартиру и 30 долларов платишь H.O.A. за гараж. Гараж, кстати, разделенный, это очень удобно, что вы можете хранить в нем свои инструменты и никто к вам не залезет. Также там есть розетка, можно производить замену масла или небольшие ремонты. Машины стоят разные, где-то победнее, где-то побогаче. Но во дворе я не заметил ни одной Теслы. Но, кстати, BMW любители здесь находятся. Заезд на территорию только по ключу. Вы вводите пароль или у вас должна быть карточка. Да, и по территории, кстати, расположены везде камеры видеонаблюдения. Но люди тоже ставят на входе, на входных дверях камеру видеонаблюдения, на балконе, кто как хочет. Ну, для безопасности в свете все бывает. Это же все-таки Америка.